В униклинике КФУ нет права на ошибку, что угрожает Казанке. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елена Гатаулина. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин вручил золотую медаль Христиана Френа государственному советнику Республики Татарстан Ментимеру Шаймееву. Встреча состоялась в Казанском Кремле в рамках проведения международной конференции «Реставрация, консервация и музеификация археологического дерева и органических материалов». В Институте филологии и межкультурной коммуникации продолжается цикл встреч студентов Казанского университета с известными общественными деятелями Республики Татарстан. Так, 2 ноября у студентов появилась возможность пообщаться с Тольёй Минулиной. Подробнее в нашем следующем сюжете. 2 ноября продолжился цикл встреч студентов Казанского университета с известными общественными деятелями Республики Татарстан. В рамках мероприятия состоялась встреча студентов Института филологии и межкультурной коммуникации с руководителем Агентства инновационного развития Республики Татарстан Тольёй Минулиной. Темой обсуждения стала «Татарстан. Твоя территория успеха», где спикер рассказала о возможностях добиться высоких целей на родной территории. Ну, большой усидчивости и очень много терпения, и где-то самопожертвований. Мне кажется, что, наверное, вот всех этих качеств, которые я только что перечислила, очень не хватает современной молодежи. На встрече студенты послушали истории Толеи Минулиной о ее пути развития, о студенческой жизни, а также смогли задать интересующие их вопросы. Мероприятие проходило в деловом формате. Выпускница КФУ поделилась различными советами и колоссальным опытом, который студенты Казанского университета не смогли оставить без внимания. Первый раз на этом мероприятии, и оно нас очень замотивировало. И я считаю это круто, что у нас есть такая возможность послушать интересного спикера про его опыт, и это, возможно, поможет нам в нашем дальнейшем пути развития. Толея Минулина раскрыла и главный свой секрет – труд, терпение и знания. Вот где кроется ключ к успеху. Адалина Абдрахманова, Фаридзе Хитогалы, Универ Ньюс. Врачи Униклиники Казанского федерального университета ежедневно спасают не одну жизнь. Благодаря им пациенту, перенесшему два ишемических инсульта, удалось выжить. Пообщалась с пациентом и героями в белых халатах Карина Саяхова. Виталию 64 года, три из которых он находится в состоянии борьбы за здоровую и полноценную жизнь. В марте 2019 года он перенес первый ишемический инсульт. После пациенту было проведено оперативное вмешательство. Удаление атеросклеротической бляшки из правой внутренней сонной артерии. Повторный ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии. Диагноз, которым пациент попал в неврологическое отделение медико-санитарной части Казанского федерального университета уже в 2022 году. У него остро развелся онемение и слампы с левой верхней конечности. Пациенту было проведено обследование, проведена компьютерная ангиография сосудов головного мозга, ультразвуковое исследование, по результатам которого диагностировано повторное стенозирование оперированной правой внутренней сонной артерии бляшкой до 80%. Плановое оперативное вмешательство, стентирование правой внутренней сонной артерии было запланировано на ноябрь 2022 года. Однако 15 октября Виталий отметил усиление головокружения и онемение левой верхней конечности. А еще через три дня вызвал бригаду скорой помощи, после чего он был госпитализирован. Пациент был проконсультирован совместно с неврологами, сосудистыми хирургами. Виталий был выявлен высокий риск вмешательства и так как его операция уже не могла быть отложена, потому что он повторно поступил по неотложным показаниям, было принято решение все-таки его уже не выписывать, переводить в отделение сосудистой хирургии и проводить неотложное оперативное вмешательство на сонной артерии для восстановления кровотока в ней. Виталий был успешно прооперирован путем имплантации стента в правую сонную артерию, которая была критически поражена. По словам специалистов, во время вмешательства осложнений не было, неврологического дефицита не наблюдалось. В общем-то операция прошла успешно, было проведено специальное исследование до вмешательства и после вмешательства, которые подтвердили, что кровоток полностью восстановлен в правой сонной артерии, тромботические массы, они были зафиксированы. Использовался специальный стент с двойным сплетением, который как раз-таки для таких сложных поражений применяется для того, чтобы не было дислокации тромботических масс и атерогенных масс дальше в сосуды головного мозга. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Булата Шарафуддинова, пациент находится на контроле. После выписки специалисты униклиники КФУ будут наблюдать за проходимостью артерии из стента, который был имплантирован. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В ближайшее время в Казани планируется строительство канатной дороги через Казанку. Как расположение объекта повлияет на нашу жизнь, выясняла Маргарита Михайлова. Строительство канатной дороги Аэромост в городе Казань планируется уже достаточно давно. Однако накануне стало известно. Проект все же будет реализован. На данный момент он находится на стадии разработки. По плану объект будет прилегать над рекой Казанка. Проект большой, крупный, амбициозный. А речка маленькая, уязвимая, находящаяся в условиях сильнейшего антропогенного воздействия и вообще в условиях города. Речка, мы забываем совершенно об этом часто в условиях города, что вообще-то это памятник природы, республиканского значения. Это особо охраняемая природная территория. Это речка с особым типом воды. Это она сульфатно-кальцевая, высоко минерализованная. То есть она минеральная река. Она вообще в идеале должна для питьевых целей, бальнеологических, лечебных использоваться. Ну хотя бы для пупаний, да, то есть оздоравливающего влияния на кожу. По предварительным данным, длина маршрута составит около трех километров. Остановки фуникулеры будут совершать в парке имени Горького, экстрим-парке Урам, а также у стадиона Акбарс-Арена. Серьезные опасения экспертов вызывает тот факт, что для такого объекта потребуются достаточно массивные опоры. Скажем так, на территории лесных массивов, скажем, а там у нас есть лесные массивы. Это вот район парка Горького в русско-немецкой Швейцарии, в общем-то, это Троицкого леса. Конечно, это приведет опять-таки к сокращению, да, то есть к сокращению части кустарников, большей части деревьев, которые попадут туда. Соответственно, придет это к сокращению биологического разнообразия, который там у нас имеется и немаленько. Воздействие на, скажем так, на гидрологический режим, я уже говорила, на геоморфологические условия, на гидрогеологию, на геологию и на рельеф местности, на ландшафты. Ну, тут, понимаете, какой компонент не бери, да, на животный мир, на их теофон, какой компонент не бери, везде есть воздействие. Не время и не место. Так проект описывают его противники. Если отложить в сторону предполагаемый экологический ущерб, сомнение вызывает необходимость его установки непосредственно в Казани. Очень много вопросов вызывает этот проект. Мне кажется, при здравом размышлении, при здравом размышлении от него надо просто отказываться сразу и говорить, что если такое и делать когда-то, и не сейчас, а когда-то, то на Волге, на Волге, где можно на острова посмотреть, зеленые берега, пароходики внизу. Вот как в бару катаешься, там в советское время была сделана дорога, там приятно, да, там хорошо, приятно. Канатная дорога может значительно разгрузить улицы города и улучшить доступ к инфраструктуре. Без сомнения, такой вид транспорта будет пользоваться успехом, как минимум у туристов. Вместе с тем строительство объекта повлечет за собой ущерб. Пока не ясно, получится ли его как-то компенсировать. Стоит ли игра свеч, решать лишь автором и инвестором проекта. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. В мраморном зале Казанского университета открылась фотовыставка телеканала «Наука» «Снимай науку». В экспозиции представлены 50 лучших фоторабот финалистов всероссийского конкурса. В мраморном зале второго здания Казанского федерального университета состоялось открытие фотовыставки лучших научных снимков 2022 года «Снимай науку». С приветственным словом выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Это все побуждает молодых исследователей, студентов, аспирантов идти в науку, чтобы, помимо того, чтобы открывать законы природы, любоваться той красотой, которая была создана матушкой природы. Среди снимков экспозиции посетители выставки увидели фотоработы, выполненные с применением специального оборудования – технологии макро- и микросъемки. В фотообъектив авторов попали работы ученых, интересные научные эксперименты и, конечно, красота природы. Фото морского льва во всей своей грации, млечного пути в Архызе. Снимок процесса считывания данных автономной метеостанции у подножья ледника. Это важно не только для обычных обывателей, но и для ученых. Вот современная наука, она стремится к тому, чтобы каждый процесс визуализировать. Вот раньше научная статья – это было просто график, точки и какие-то, может быть, картинки тено-белые. Сейчас современные статьи – немножко другой уровень, потому что нужно уметь схематично нарисовать то, о чем ты работаешь, либо хорошо заснять. Поэтому, наверное, если вот эта инсталляция вдохновительного для ученых делать более такие презентабельные публикации, то это будет круто даже с точки зрения науки и ее обнародования. Конкурс проводится с 2017 года. В нем могут принять участие как профессионалы, так и любители. В этом году на фотоконкурс поступило 2500 работ. Участие приняли около 500 авторов. Выставка продлится до 2 декабря 2022 года с 8 до 5 вечера по адресу Кремлевская, 35. Это второе здание Казанского федерального университета. Вход на выставку бесплатный. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Российские студенческие отряды проведут профориентационные мероприятия для 200 школьников из 100 студентов вузов, СУЗов и колледжей Казани. Проект «Инпроф» Татарстанского регионального отделения РСО стал победителем конкурса фонда президентских грантов. К участию в проекте приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений КФУ, а также студенты Казанского университета. Школьники и студенты, успешно прошедший цикл, станут менторами, наставниками или организаторами нового сезона проекта. Семеро участников Всероссийской образовательной программы для школьников «Сириус» «Лето. Начни свой проект» из Казани и Альметьевска в течение нескольких недель будут работать в лабораториях кафедры физической химии Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Каждый старшеклассник, шестеро учатся в казанских школах и один в школах города Альметьевск, будет заниматься реализацией своего проекта, связанного с исследованием полимеров. В выставочном зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась выставка творческих работ студентов «Россия – это мы». Выставка посвящена национальному многообразию России. Ее участники представили свои работы, выполненные в различных графических редакторах. Руководителем выставки стал заслуженный деятель культуры, народный художник Республики Татарстан, доцент кафедры татаристики и культуроведения и ФМК КФУ Фарид Валиуллин. На этом все. В студии была Милена Гатаулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин